Играть хорошо с пистолетами Итак, Фамос Керриган, Фамос Рейн Три UMP, команда SK Gaming Attack 9, Taco и Fair Fallen, Phoenix Equal Zero Три Desert Igla Ну и, конечно же, попытка Попытка отобразительцев взять Форсбай, они любят это делать, они очень Хорошо стреляют Со всех видов оружия, и они опасны В любом раунде Хотя, знаете, вот Лидерство команды SK по Амерко в последнее время Ребята борются за То, чтобы стать опять Топ-1, знаете, в свое время Фнатики безоговорочным лидером Сейчас все-таки может выиграть кто угодно Недавно Клоднайм взяли, если сейчас Борются команды за Охланд и ЕМ И Трилл Экстрим Мастерс, так что Вся движуха только начинается Рейн не попадает по фейру Затыкал он его вот по маленькой полоске В голову Аллу пытается также забрать своего противника Отомстить ему Ну и Клодзера Кстати говоря, проползает по девятке Попадает по Аллу Проходит дальше в девять И уже 2 в 2 ситуация Что я и говорил, команда SK может с любого оружия Дать прикрыть команде Также любого уровня Клодзера уже с девятки вычисляет противника Ну и теперь информация есть по Аллу Который Вот как раз таки по Клодзеру Никакой информации не имеет Керриган 26 хп И надо что-то думать Команда Фейс Бомбу не видели Бомба на руках А вот он Клодзера, который топает Который Будет уходить на беплент И уже оттуда Будет разыгрывать ситуацию И в 2 Но, кстати говоря, Клодзера Это один из всех людей Которые Очень круто любят отыгрывать Краски Клач ситуации Для него это Вот одно раздолье В винтах 2 человека Фейс Будет играть парой Это правильное решение Все-таки нужно Играть на размен Но и вот Клодзера Пытка займить не получается Первый пошел Забирает Керригана А вот размина не было Клодзера Берет этот раунд Парни Парни, парни, парни Фейс Как же так Вроде Была информация Ребят Где находится противник С другой стороны Так One moment Все Пофиксил я Все траблы Которые были Итак Теперь уже Force by От команды Фейс Дробовик у Кио Будет Попытка принять Спереди Но и близкая Дистанция дробовика Кио промахивается Усиление Не получилось В руках От этого парня Аллу с девятки Не пускают И теперь команда СК при поставленном Бомбе Вряд ли какую-то ошибку Допустят Быстрый выход через двери Ну и Керриган Конечно отвечает Единственным Пока что фрагом Как-никак Получилось это сделать Но Все-таки Все-таки Фраги от команды Фейс есть Такие-никакие Аллу так С чудом Убежала Из-под рук Или ног Фейра Ну и еще Один минус От Аллу Кстати говоря Тут потеря девайсов Для СК Тоже очень болезненно Хоть и не поставят бомбу Но денег у них Не так много Только один колдзер Который С деглом Весь прошлый раунд Отыграл И сейчас Купил себе Только UMP И причем Это по-моему Даже подобрано Он даже не тратит деньги Ну и что у нас По деньгам 4100 4900 Да Деньги Деньги У команды СК Будут Так Так что С фейзами То что Из вариантов Которые Очень даже Тут уже Таку Прошел Через рампы Уже Проходит На Б Плэнт И Вот Таким подходом Конечно СК Зайдут На Б Плэнт Поставят бомбу И вряд ли Фейзи Что-то смог Здесь противопоставить Так Эйзи Из дегла Молотов Ему подкидывают Уже никак Он Здесь не напряжет Своих противников Коудзера Находят Керригана Судишка Рейн пойдет Или нет А вот Эйзи Выбивает Бомбу Не надо поставить И Коудзера Стака Вдвоем Остаются Бомба Не фейкуется Эйзи Смог А почему Не пострелять А почему Не прошить Смог И Не выбить Как раз Так Эту самую Бомбу Не успевает Просто не успевает Атаку поставить Бомбу Как же так Это какая-то Ответка Залетела От команды Фейс Получилось так То что ребята Взяли с пистолетами На эко Команда Фейс А как так-то А как так-то Происходит Неужели Настолько Тяжело Играть На трене Что Пистолеты Оказываются Сильнее девайсов Я как-то Вот рассказываю Смотрю статистику А тут раз Фейсы Выиграют пистолеты С пистолетами Перестрелят калаши Бат Как это возможно Алло На рампах Уже Играет по таймингу Никого не замечает Фоллин Естественно Играет без АВП У него 1700 А пардон У него тофера У него 0.4 Кстати говоря Фоникс 0.3 То есть Убивает только один Колдзера Да Что-то мне это Напоминает Одну команду Где играет только один человек А вторая Только помогает ему Флешками Итак Выход идет на Плэнта Раскидывает флешки Кио Эйзи Первый фраг сделал Вторая флешка Хорошая флешка Она спасает сейчас Его от Невинумой гибели Алло Получает Выстрел с Галилом Но таку Последний И команда СК вроде Зайдя на плэнт Эйзи Не заметила Потому что флешка Блацарская От Кио Он кил Действительно банально Спас своего тиммейта Тем что он кинул Флешку и себе И противнику И Эйзи Но Никто его не заметил На этих курах В итоге Сделал Триплкил А что у нас По положениям Команд А в турнире Вот у нас удивление Знаете у меня удивление Нет предела Команда Клауднайн 0-3 Команда Молспортс 0-3 Если СК сейчас выиграет Это будет 3-1 И СК уже точно Выходит По идее По идее Выходит Может быть и не выходит Геройки Сейчас как сыграют С Кем они играют А они играют Последний матч С С С9 Вот так вот Кстати говоря По-моему я комментирую Этот матч Так что Мы с вами Понаблюдаем о том Как будут Херойки бороться За выживание На турнире Ну что у нас Эйзи Делает первый Ооо Первый минус У него трипл уже У него трипл килл Опять таки статистику Пока чекаю Уже все проходит Давайте посмотрим Группа А А там Астралис вышли С первого места Мортал С Г2 Второе Третье И группа Б Фейс С первого места Я думаю точно выходит Хотя вот Им не хватает Сейчас выиграть один матч И они точно выйдут С первого места Не ПССК Вот они Второе Третье Хотя вот Как сыграют Сейчас с ним Очень тоже важно В общем Фейсы очень Удивляют меня Очень Много Они проиграли турниров Они куда-то выходили Но потом То есть Им давали Инвайты на турниры Они выходили Из Какие-то квалификации На турнир А потом раз Пацаны И даже из группы Не выходили То есть Очень много Было негативных моментов С стороной фейс Очень часто Ну Относительно Других команд Меняли Меняли Состав И Пытались Пытались Как-то Оживить Свою команду Чтобы та Начала побеждать И Вот он Вот он Состав Керриган Пришел И застрались И сейчас Вроде бы Как-то все Поехало Фейсы Занимают Первую строчку В группе Пока проиграли Ноль Матчей И это Не может Не радовать Ни Болельщиков Всех Все счастливы Знают Что команда Может приехать Оооо Вот это уже был урожай Для Рейна Попал он По Фунейксу Забрал его первым Но вот этот спам Через смок Он стал для него Конечно критичным Потому что Противники Банально Не Не отдали Не отдали ему Ни одного шанса Чтобы убежать Когда начинаешь Справить смок И тебя видно Ну чуть-чуть Конечно видно Там патроны вылетают Грех не убить Керриган Играет Очень Пасек Закрытой позиции Флешка была царская Но Даже без слеш Разбирается с одним Со вторым Еще и успел Забрать Форина Кодзера И Фер Последний Остается против троих Ситуация для команды СК Очень неприятная Деньги заканчиваются Фер если не бьет клач То Это будет Эко Это будет Шестой автоматом Потому что Вряд ли С пистолетами СК Здесь что-то Ну получится Сделать Аллу Савиком Пока что не хочет Смотреть стекла А это зря Ой зря И Фер Вроде Винта Кого-то замечает Аллу Выходит с рампов Делает минус С правого Усика И 5-2 Становится счет Вчера мы смотрели С вами также Нюк играли Другие естественно Команды Давайте вспомним Кто играл у нас вчера Нюк Вчера у нас Нюк играли Мортал Сликет Нет Мортал Сликет У нас другую карту Играли Там были еще допы А Ликвид Жит Вот точно Ликвид Жит Играли На карте Данюк Там было все На допах Решалось Кто выходит Из группы Потому что Ликвиды проиграли Ликвиды на четвертое место Заняли Они Выйтили с турнира Команда Джиту выиграла Команда Третье место Заняла Здесь то же самое Может быть Команда Фейс Может дать шанс Команде СК К чему я все это Вообще веду На карте Трейн На карте Нюк Можно Взять 4 Раунда в атаке И выиграть игру Как в принципе И сделали Джиту Джиту взяли 4 раунда в атаке На первой половине На второй Довели все это дело До допов И потом Один только единственный момент Один момент Тот самый Смит С которого Все хейтили Он взял раунд Для своей команды С одним пистолетом Сделав квадрокилл И Ну Взяв Калашников И так далее Но суть в том То что один раунд Все пришел Настолько Очень Потный нюк Получился Ну что Вот они эти теки И вот она Такая минимальная Раскидка от СК Хоть какая-то Опа И молотов Фейр хочет сам Как-то Нас Удивить Каким-то молотовым Опа Дверька взорвалась И не ожидал Такого Присутствия Фейра Вот Эйзи обломался Эйзи сейчас Ошибочку допустил Но он пропустил Игрока Мимо себя И Фейра сделал минус Калзера Стака вдоль Остается Бомба уходит Калзера постарается Хотя поставить бомбу Есть калашников Есть чего играть Калзера Дадут ли ему это сделать Дадут ли ему поставить бомбу Да Дали поставить бомбу И с калаша Уже пострелять Даже Получилось Все Калзера рад Ему дали Пострелять калаша Я думаю Счастлив Бомбу поставил Максимальная Максимальный профит Для себя Команда СК Все-таки Получили Так Что у нас там Клоуд Найн Маус Порс 5-2 И все Пока Параллельно идут Еще только Только два матча Ну хорошо Потом вот играть СК НИП Маус Фейс И Хероик Клоуд Найн Но Хероик Клоуд Найн Вот вообще играть Самыми последними Хотя они могли бы Сыграть сейчас Они не участвуют Ни в одном из матчей Ну и с другой стороны Для Клоуд Найн Уже все закончилось Да Печальное известие Алло Опен по фолину Так он находит Керригана На рампах Проходит уже вниз И команда СК Будет должна По идее Быстро врываться Но в Эйзи А где он его нашел Эйзи вообще зашел со спины Он зашел с девятки Так же как и это сделал Сделал бы Любой другой игрок Играющий на позиции Под девяткой И нашел Нашел спину Таку Который Забрал жизнь Керригана Ну и СК Теперь медленно Ползком Проходит на Б-плэн Потому что там пусто Там только один Эйзи играет Он через стекла Позиция имбовая Не всегда здесь Можно прочекать Если прочекают То сразу же Поставишь Head and shoulders Команда будет тебе Только благодарна В этом Алло Должен понимать Что уже никого не будет Хотя Минуты Меньше минуты Чуть меньше минуты Там 50 секунд Остается до конца раунда И Долго никого нет А вот Эйзи все-таки Сделал фраг Падает Как я говорил Позиция хорошая Но очень быстро Она Закрывается Колдзера последний За плунтом Рейн это знает Рейн Знает где находится Колдзера Дождался пока Тот его запушил Хотя На самом деле Колдзера Практически не было шансов Ему надо было Либо забирать Рейн и менять позицию Либо Ужидать пока его С трех сторон заберут Поэтому Пошел Давить Колдзера Свою противника Неудачно Седьмой раунд Для команды Фейс И еще один раунд Для команды Фейс Они так могут Забрать уже И 12 И тогда Все будет Просто для этой команды Флешечка от Рейна В сторону улицы Откидывается И вот СК Опять они занимают Обидно то что Нельзя никак нормально Посмотреть Мини карту Она двухуровневая Карта Все таки Через мини Не получается Итак Подсадочка Керриган Первого забирает Второго А там еще Аллу есть Которые отрабатывают С ОП Пропускают игроков Граната Поднегин Тут уже Не получается Команды СК Выйти через Рампы Вот знаете В чем Сложность Карты Нюк То что Здесь выходить В принципе Куда угодно Сложно Выходишь Через двери Тебя встречают Все толпой Выходишь Через рампы Тебя встречают Опять таки Двое Ты выходишь На улицу Тебе знают Тебя уже ждут Так же Везде Вот Приворкнули Нюк Но Как бы толку Особого не поменялось Да Добавили то что Атака может Облетать Ну По крыше проходить Окей Для ОП Одно Счастье То что противник Будет не где-то прыгать А идти по одной линии Какого парня Давайте Второй прыгивает Опять Бежит Еще шумит Так Прям Знаете С сапогами Вот этими Берцах Ломится По этой решетке Опять Для века Одно удовольствие Действительно Играть на улице Теперь Чем хотели помочь Ну только вот Если Какие-то Супер раскидки Делать На нюке Да-да-да Карта открытая По улице Можно створить Что угодно Так У нас уже Пушит Рейн Улицу Забирает Коудзера Который Раскидывал Обидно Для Коудзера В гранатурке Выбирать Очень обидно И он пока Единственный человек Который тащит Карту До своей команды Ну в общем Фойзы Сейчас радует Своей игрой Ребята Начинают Уже Стараться Похожими На Команду Которая играет По одной Линии С одним стилем И Что И как Происходит Понимают они То есть Кажут заниматься Своим делом Нету Каких-то двойных Позиций Вот Кио Прикрывает Эйзи Эйзи Смотрит двери Улицу Чекает Рейн То есть Все работает Как надо А бывало Такое то Что Где-то Кто-то Завтыкает Потому что Его не Прикрыли И так далее И тому подобное То есть Я Расписывать Все конечно же Не буду Все так Ясно Итак Рейн опять играет В человека Смог Который Запрыгивает На маленький Столбик Слышит Все передвижения Через Улицу И конечно же Догадывается Что его скорее всего Будут ждать Он пока не Торопится Слазить С этого Столбика И будет Идти В спину Противником А Керриган Уже ждет Но тут у Керригана Проблема в том То что у него двадцатка У него может банально Не хватить патрон На всех Да он делает Первый минус Но на второго Уже Чуть не хватило Чуть-чуть не хватило Алла с девятки Ой я с рампов Сто как Играет Аллу Повезло что его не забрал С первым патроном ФНХ Тут размет от Фоллина И Кио Открывает Двери Вместе с Сейзи С двух сторон И забирает Последнего Девятый рампы Для команды Фейз И опять таки Будет закуп для ИСК Вот в чем плюс Сейчас для ИСК Если они будут ставить бомбу Каждый раунд Они будут закупаться Каждый раунд Но стайп с ковинтовка Пока бесполезна Для ИСК То есть если даже Они могли бы ее взять Я бы думаю Они бы этого не стали делать Потому что позиции Такие занимает Фейз То что АОП просто не помогает Только на улице Если убивать Аллу И то попробуй его убей И то если он будет там стоять Потому что Рампы сейчас Аллу Для него Предпочтитель Он каждый раз играет Вот так вот То есть он выскакивает На Прочек Пуша Антипуша Никого не замечает И уходит То есть поначалу На улице даже никого нету И Раскидка очень хорошая Но Рейн Ну посмотрите Творит чудеса Рейн Любит играть он На разных позициях Ну и вот опять Замечает целую толпу народа Замечает Всех А там уже Аллу Простреливает через Смог ФНХ Как же повезло ему сейчас Эйзи слышит Беготню Слышит как люди проходят Через лонг Ну и вот на этот раз Каригана ребята не встречают В дефолтной для него позиции И что же Эйзи Дождется он Своего часа Или пойдет винты Ну пока я сказал Заложники Своей позиции То есть Здесь их уже ждут Эйзи Откидывает молотов Эйзи Флэшечка Фоллин Собрал одного игрока И тут же Фэйр Открывается со стекол Дет первая минус На Икио Все таки делает Ситуацию В 2.40 секунд Заберя так же еще и Фэйра Ну как же так Фэйра Атаку Где было все это время Атаку Окей он смотрел спину Но теперь ему придется играть Одному против двоих Бомбу надо ставить Бомбу конечно же поставить Дает ему Это сделать Команда Фэйз Аллу и Кио Должны играть на пару Один с Айвиком Другой с Кольтом Один красный А другой сотый И Аллу делает Этот минус Десятый раунд для команды Фэйз Опять таки поставлена бомба Опять таки та же самая ситуация Когда Команда проигрывает раунд Но ставит бомбу Деньги у них будут Да Для команды СК все очень сложно Они доходят до плунта Но вот Не хватает людей Просто не доживают До нужного времени Игроки СК Остается 1-2 человека И все На этом задухается Атака у СК И что делать дальше Непонятно Нужно постараться Играть больше под флешки Тратить смоки Чтобы вас не убивали Они все смоки Тратят на лонг На улице Для того чтобы пройти И окей это получается Но опять Рейн Опять Рейн С самого начала Идет первый минус Стоит красного Еще и Аллу забрал игрока То есть Опять Два человека потеряли СК до того Когда шли до плунта Для них это конечно Критично пока Ну и Рейн Вытворяет чудеса Рейн Первый раунд Забирает Третий И тут его разменивает Но свою работу Опять таки Рейн выполнил Он Сделал два Минуса Оказался опять В той позиции Где его тупо Не ожидали увидеть Он прошел на шифте улицу И По раннему Таймингу СК опять провалились Они пропускают Игроков На нужные для них Позиции И Фейзы Чувствуют себя Шикарно Шикарно Так Раскидали Самоки СК Окей Какие-то заготовочки Криган уже в спине Ну Как же все-таки Развязаны И открыто играют Сейчас СК Пардон Фейзы Поджимают везде Где только можно И СК Самое интересное Эти поджимы Не контролят Вот в этом проблема То что СК Ну Надеется на то что Как же так Мы СК Гейминг Нас не будут поджимать Нас будут бояться Да кто вас боится Ребята Уже все Уже тут момент Когда СК Было настолько Грозным Тегом То что команда Просто Команды некоторые Сидели до конца На своих позициях Можно было пройти Мимо них В одной из точки Никто не рыпнется Здесь Здесь Фейзы Очень развязно Играют Опять таки Бомба ставится На Б Вот Фейзи Слышит Эту движуху На Б Так Спускается А как сыграл Таку А как сыграл Таку И Таку идет Наверх или на низ Вот самое интересное Как сыграет Таку Таку уже квадрокилл Оформил Он ставит бомбу на Б Он ставит на последнем Тайминге Нету Керриган Тут никого нету Керриган Ты не угадал Совсем чуть-чуть Так Он заметил Атаку Ну и что же Теперь будет обидно Атаку Если он проиграет Датраунд И он не проигрывает Это эйс от команды СК Гейминга Именно Атаку Эпитесио Эпитесио Как же там Эпитесио Эпитесио Демело Так вот зовут Этого молодого игрока Ух Ну что Нам нужно взять Еще один СК нужно взять один Потом пистолетку И все И там до камбэка Рукой подать Да товарищи Вот это был потный раунд И очень даже сложно На Для тех кто Не в курсе Было Его взять для Таку Но опять Килл для Рейна На самом деле это обидно Но он постарался Он почти взял Для своей команды На раннем тайминге Этот раунд Но не тут то было Алло Первый опен За ним Но я до этого Рейн работал Открывателем Банок Открывателем Команды Скайгейминг И на этот раз Ау Первый фраг за ним Дальше Он прячется Молотов Летит в девятку Отгоняя Аллу Хотя Аллу Нет Молотов Такой себе Залетает Он летит под маяк Ну и теперь Ну и теперь Аллу Получает Гранаты Получает Молотовый И Рейн Опять Опять Вытворяет Все что хочет Остреляет 2 хп Фолину Забирает Фунейкса Красный Фолин 2 хп Фолин Фолин Ну как же так Была информация По тому где находится Рейн Еще и накаляет Коузера Вот это уже Не есть хорошо Кио Контроль девятку Туда выходит фэр И должен получать По шапке Но фэр Савика в руке Получает стэк И делал хороший минус Отпустит И здесь Коузера Да Это происходит Нет Все таки Эйзи убивал Ага Эйзи вообще Забрал фэр В девятке Коузера Остался в итоге Один Интересно Интересно И после раунда Первой половины Команды СК и Фейс Но С другой стороны СК Можно хватить Полнее трех раунд Смотря как ребята Будут играть в защите И у Кэрригана Появляется Да У него Появляется Скар Вот так вот Решил просто Фин взять И Обзавестись Интересная штучка Которая Пока была бесполезная Рейн Забирает Коузера Денег очень мало Команда СК Да Не взяли раунд Но Ой Пардон Нет Не прыгали раунд От этого они взяли раунд Ну и вот очень просто Получился этот Фармганы Пистолеты ОСК гейминг На руках Абсолютно ничего не было И Выход на Аплент Оказался Вхолостую 12.3 Фейс заберут Первую половину С четырехкратным преимуществом Без каких-либо Трудов Мне кажется Даже это было Слишком просто Но посмотрим Что будет На второй половине Если Фейси сейчас Выиграют ее То Страшно Представить Что будет И кстати говоря Параллельно С нами Клоудаймолспорс 8.7 Клоуда Впереди Но Это ничего не значит И Клоуда и Моуза Уже потерпели Три поражения И это значит Что ни та ни другая Команда Никуда не выходит Это уже Пятое Шестое место В распределении Кто Где будет сидеть Так Не пы До этого Выиграли Клоуд Найн Выиграли Хероик Проиграли Фейзам Фейзам Вообще разошлись На этом турнире Они выиграли И Клоудайм 19-17 Причем на допах Клоудам Очень обидно Было проигрывать И Фейзам И Непам То есть Счета Вообще Все очень близкие 17-19 14-16 10-16 То есть Вообще Клоуда Клоуда Обидно За них На самом деле Но С другой стороны Это хорошо То что Одна и та же команда Будут выиграть подряд Несколько турниров Каждый раз Кто-то новый Эпицентр Дигнитас ESL Клоуднайн Здесь Клоуднайн Не будет Соответственно Это тоже будет Другая То есть Может Выиграть Каждый И это Передает Перчинки Каждому турниру Каждый раз Ты будешь думать А кто же следующий Кто же выиграет А может быть Фейз А представьте Фейз выиграет Сейчас EM Интероэкстримастерс Это будет Вообще Фурор Но есть Сейчас Тралис Есть Непы Которые вряд ли Отдадут просто Акрот трофей Как не посыграли С фейзами Где там Непфейз Я Может быть Что-то не вижу А Вот Фейз выиграли Неп 16.5 На карте Оверпасс Но Все-таки Да Карта такая Знаете Не всегда удобная Если был бы Какой-нибудь Трейн Может быть Было бы Без шансов Для Команды Фейз Но у нас Матч приостановлен Очень долго Какая-то Пауза 90 секунд Фенейкс Говорит 90 секунд Сидим И ждем Скрыто просто Реклама На турнире На трансляции Ну это Обычное И на ESL На регулярке То же самое 90 секунд Ты просто сидишь И втакаешь Монитор Ожидая пока Пройдет реклама Итак Матч продолжается Второй плейн Начинается прямо сейчас Дорогие друзья SK Gaming Будут бороться за то Чтобы спасти себя От поражения Занести копилочку К себе Еще Одно победное очко И Нанести первое поражение На турнире Для команды Фейз клан Глаким Три игрока Через Радио Собираются выходить Бомба именно там Находится Так вот С юспом Пока ничего Не боится Ну и все На него он залетает Первый минус пошел Рейна забрал Ну вот Как-то очень странно Сыграли сейчас фейзы То ли Хотели стянуть Ну вот Фунекс Ошибочка Есть размен по фейроу Еще один минус от кио Два фрага Уже на девятке Находится Форин Которого Туже Не получается Забрать Ну и вот Вроде как Удачно заходили Кио два фрага Сделал А что остальные делали Непонятно Нас наверное Торговали лицом И это получилось Очень неудачно Двенадцать четыре Фейзы берут Еще один раунд О пардон Я что-то заговариваюсь СК Берут четвертый раунд Они берут пистолетку И это Возможно Начало камбэка Для СК Сейчас возможно Все что угодно И Эти парни Могут Задать жару Любому из игроков Фейз Смотрим Изи Играть через двери Фунекс Контролит Прохол с этих дверей А там три человека У Фунекса будет очень много работы И Хо-хо-хо Потушил он Всех игроков Которые выходили через двери Керриган последний Остается с Тэкнайном Играть через улицу Его по-моему Слышат И Фер полез Да полез Фер Контролит улицу Тэкнайна тут пытается его прошить Себил пытается прошить По-моему даже это получилось Ну и Фер Еще один минус Делает 12-5 Уже СК Начинает свой Поход За камбэком Эко От команды Фейсбомбы Не было поставлено Ни в том Ни в этом раунде Сейчас им придется Играть только С поли-150 Иглоками И надеяться на то Что они хотя бы Парочку девайсов Смогут выбить Хотя уже Раунд с пистолетами Брали Это мы уже с вами Видели Ребятки Удивляясь Пистолетке Команде Фейс Выскочил Один игрок Умер Развернулись Ребята Убежали на Апленд Там тоже Все поумирали Кио как-то попытался Исправить То что Натворила его команда Но все Оказалось безрезультатным Так Издалека Колзер Начек игроков на скале Сразу ждал Отфрулсу Мутимейту И уходит В мейн Знаете Закрывается Сейчас вот Видим Черепахи Сейчас встали СКА Они все Закрылись На плантах Фоникс Сморит двери Колзера Также в мейне Но все Все в закрытую И никто не вылазит Только один Тако Со своим кольтом Готов принимать Рампы А там целых Четыре человека Молотов откидывает На себя Но Молотов Знаете Так себе Получился Целая толпа Народу Фооо Вот это да А вот это Тако Это просто Тако Который делает Второй эйс Нет Не делает он Эйс Получает Поговорят Рейна Не хватает совсем Чуть Чтобы его добить Но Тако Квадрокилл Хороший контроль Спрей Минус четыре делает Со своей М4А4 Вот в чем плюс Этого кольта Много патронов Очень многое Можно сделать И Эта М-ка Тридцатка Как я ее называю Обратно Уходит в мету Была статистика О том Большинство Большинство Проигроков Используют Именно М4А4 А не М4А1С И это Показательный Момент Я считаю Потому что Количество патронов И пробиваемость Армора Очень важна А у Двадцатки В одном из Обновлений Пробиваемость Армора Именно Порезана Была И она Стала Вот знаете Серии 94F4 Разваливает То есть Ну не совсем То что хотят Проигроки Им хочется Три попадания Там Или даже В два Ну в основном Это хедшота То есть там Два попадания В любом случае Стоит другой Но Иногда таки Спрей спасает Так он Забирает Рейна Фоллин уже С девятки открывается Делать хотел сказать Минус Но Фоллин Получает по голове Минус АВП Минус игрок по девятке И сразу же Проседает Одна из позиций Так он уже Спрятался Так он ждет Вырвать через Рампы Ну и Керриган Будет ли открываться первым Да открывается первым Так он не чекает Или зачекает Да Так он нашли ФНХ пытается Постреляться с улицы Там только один Эйзи находится И тут же Минус от Эйзи Как же так Команда СК по одному Начинает проваливаться Два Четыре Будут ли они сейвить В РП-90 Сейвить особо Нету смысла Деньги есть Будет закуп На следующий раунд И Кстати говоря Фоллин потратил Все свои деньги На снайпскую винтовку Которую он потерял И по-моему Даже так и не выстрелил Алло Минус ФР Последний Колдзера С ЮМП Ну делать квадрокилл Пошел Все Пойдет воевать Соло Нет видимо Постарается засейвить Потому что Фоль на дроп Не надо будет Хоть что-то Так Замещает Эйзи Минус по Эйзи Вот еще и Калашника Себя нашел Все Жизнь удалась Колдзера прилетает Целый Калашников Ну что же 17 на 15 Таку Колдзера 15 на 13 Ну и Файерфанекс Волин 966 Не идет игра Или все-таки СК Просто на Этой карте Оказывается Послабее Посмотрим Что будет дальше Это один из последних Закупов Я думаю Для команды СК Там уже Поджим Играет Таку Положил такой Красивый смог Ванвей Так понимаю Да То что это Ванвей Давайте посмотрим Насколько хороший смог А смог то Ну кстати говоря Кстати говоря Таку Там видел Довольно Много Относительно Противника Если бы на него выходили Он конечно же Первым замечал бы Выходящего на него Визави Фоникс уже Усползает На нижнем Ааа Посмотрите как играют Как играют Сейчас команда Фейс Они раскидали Якобы выход на Б плен Ну и теперь Попробуй Фоникс вылези Фоникс вылазит И получает по голове И Кио прострелит Через смог Фоникса По-моему Он вообще А нет Это и Зашел с мейна Кио сделал минус По винтам Ну и последний Фоллин Вместе с таком Остается против Четверых Игроков Команды Фейс По-моему Здесь ребята Не будет допов По-моему Команда Фейс Заготовки Свои Показала Они Оказались Намного Круче Нежели Это У СК И ребята Ушли на сейв Вообще На респу Фоллин История дракона От Кодзера А Кодзер вообще Решил МВП дропнуть Ну вот опять таки Если команда Противника Играет через Ближние дистанции По типу Мэйна Играет через Двери И Куры АВП особо Спасать Не будет Пара смоков И даже на улице АВП будет Бесполезным Ну что же 14-6 Душегах От победы Команды Фейс СК Очень сложно Сейчас Ставят они Паузу И Тат Пишет Фоллин Тат Татическая Пауза Тактитеткая Пауза Говорит Фоллин Ну что же Габриэль Толеда Само время для того Чтобы Вытаскивать козыри Из рукава Хотя с другой стороны Команда СК Хотя не знаете Тут СК нельзя проигрывать Если они проигрывают А Херойки обыгрывают Клоуд Найн А СК В свою очередь Проигрывает Не Пам То СК могут Не выйти На Тоненького Играют СК Да У них есть 2 победы Одно поражение Но Очень на Тоненького Самое интересное Команда НИП 3 победы Одно поражение Но в раундах Они на минус 3 3 победы Одно поражение В раундах На минус 3 Интересная статистика Но это все потому Что они выигрывали 16 14 Выиграли 16 8 У Моуспорс И потом проиграли Файзам Итак Фолин Забрал Айзи Фэр С дробовика Делал первый минус Тот же размен С дробовика На крыше Так и не замечают Как же так Фэр С дробовиком Минус 3 Никто даже не заметил Его на курах Даже не подумал Посмотреть А вот это ошибка От команды Фэйс Личного Формата Выходит человек Из кур первым И не обращает Внимание на крышу Ну ладно первый А второй Почему он туда не глянул Первый вышел Сделал фраг Выйди второй Посмотри ты наверх Просто поверни мышку Наверх Сделал минус И все И раунд Бег своей команды Попробуй взять Но 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 Все чревато Так Гранат от Алла Чтобы взорвать все Стекла Ну по крайней мере Две штуки И теперь И теперь Смачок От Рейна Который летит На улицу Закрывает Секретку Что самое Интересное А вот Алп От Фолина Сейчас Промахивается Сыграл Сейчас Солнышко Промахнулся И Теперь информация По снайперу есть И информация То что он Не На рампах А вот Коудзера Подключается Забрал Рейна Флешка была Не самая лучшая И Фейзы потеряли Своего Топового Игрока Так Так Опять Кидывается Молотовым Там на него Вываливается Целая толпа И два игрока Да Целая толпа Это было два игрока Коудзера Тут же перемещаются Их секретки На Б плент В веществе Фейзы Но СК Очень быстро Реагирует На смену ситуации Только На рампах Упал противник Уже Есть Человек Который его заменяет Уже Который находится На пленту Непросредственно Ну а Лук проходит По девятке Фолин его Отстреливает Не дал Такую радость Лук Чтобы зайти В спину Ну и теперь Теперь у Фейзов Появляется вопрос Что же делать Два в четыре Красный кио Изи тоже По хп Не так уж и Хорош Всего 63 Ну и кио Посмотрите С 10 хп Воюет против Фолина Так Оу Патрон Один патрон И ты Мне что-то Пишет в голову Идет только Всякая бяка Итак Кио Всего же 10 хп Уходит На б И кстати говоря Он сделал это Для того чтобы Тиммейты СК не могли Тиммейта Фолина Не смогли Подобрать ОВП Ну я думаю Что Фолин Сейчас попросит Да 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 Он вот так Попросил Снайперскую винтовку И деньги То у СК Все равно Заканчиваются Если они Проиграют Раунд То денег У них Не будет Это для них Естественно Плохо Зато Эко От команды Фейзов Сейчас Вейзам Можно играть Банально На отстрел Девайсов Просто Вот кого-то Находить Одного Игрок Одного Двух Давить И Тем самым Рубить Опять экономику Противника Ооо Рейн Какие прострелы Какая опасность Причем По идее Знаете Через стенки Через две Стреляет По Фонейксу Так Там еще Колдзера стоит Причем По Колдзеру Шансы есть Прострелить Он Стоит именно В той позиции Куда пытался Попасть Рейн Фолин Забрала Изи Опять проход Через улицу Не удается Что-то Ранбуст Вот это было Интересно И Рейн Первый Хочет ставить Но тут же Фолин Его наказывает Кио Пытается Постреляться С рампами Попадает По так Он ставит его Красным Аллу В свою очередь Ставит бомбу Интересный момент Интересный ход И кстати говоря Это срабатывает Неплохо Выбили девайс Поставили бомб Прорвались На внешний плент И Сейчас у команды Фейс будет Довольно много денег Во-первых Они проиграли Три раунда подряд Это Тысяча Две с половиной тысячи На Человека И плюс Еще поставили бомбу Ну что же Пять калашей Три кальтан Один калашников И АВП Это ОСК Пять калашей У фейзов Фулл раскидка Но и фейзам Нужно на самом деле Стараться уже выигрывать Потому что Постепенно-постепенно АСК подпираются к ним И уже 14-9 А счет-то был Совсем недавно 12-3 И да Фейзы очень Крутые Два раунда сделали Но этого мало Нужно хотя бы еще один Чтобы обеспечить себе По крайней мере Допы Мы уже видели Нюк Где Камбэк был Израэль И камбэк произошел Так Фейзы постараются Сейчас выйти На Плэнта Пока никого не вид Керриган Проходит Наверху Замечает игрока Но добить не получается Проходит уже Рейн через дверь Забирает все-таки Еще одного игрока Но тут Размен идет От СК Моментально Изи последний Остается играть Через мейн О нем информации Пока никакой нет Но его ждут Его ждут По нему простреливают Летят пули отовсюду Так Он находит Но и опять-таки Одного Потеряв в СК Сейчас укрепляется Уже по экономике Берут десятый Будет эко От команды Фейз И Флешки Это либо были Флешки от СК Либо лишние Флешки от Фейз Если флешки от СК То это все Очень даже Рабочая была тема Если от Фейз То Все очень печально Посмотрим Посмотрим Прочем Но пока Без фрагов Происходит раунд Так Проходит эко Рейн забрал одного игрока И еще один минус А еще один минус от Кио Уже 2 в 2 Ситуация Рейн Проходит через улицу Его тиммейт Играет через рампы Оба играют В принципе парой И Фэр против Фэр с Фэрликсом Пока не знают Куда идут Играть их Визави Фэрликс будет играть Через секрет Если это будет Бэплайн Фэр будет играть Через рампы И в принципе Супер неудобно Для Фэйз Будут играть Эти ребята Но Фэрликсу долго Фэр уже В винтах Он уже Падает И Рейн С его тиммейта Естественно прикрывает Там еще плюс винты Разбить надо Чтобы Найти хоть кого-то Ну и Кио с Савиком Играет в дверях Вот кстати говоря Непредсказуемая Я бы сказал Позиция Но уже Открывая двери Потопов в лонге Фэрликса Не успевает Выстрелить Ну что Последний Остается Рейн Да и Ну как-то Странно Сейчас произошло Рейн видел то Что открылись Открыли одну Дверь И он должен понимать Что была дверь Которая под ним Потому что Он смотрел В сторону лонга Там дверь была закрыта Звук открывающегося двери И Рейн как-то вот Не знаю Начал вертеться Не понимает Что происходит 411 Команды СК В трех шагах От того чтобы Сравнять счет И Фэйзам Действительно Нужно подумать О том Как Остановить Этот камбэк Как им взять 4 4 Победы В группе И уйти Со спокойной душой Плюс Фэйзам еще играть Не радует Не радует И поражения у них Такие знаете Без боя практически Ну 8-16 10-16 11-16 То есть Такой рабочий счет Стабильный Где команда набирает По 10 раундов 8-16 Давайте Плюс Плюс 2 им сделаем Но не суть Обидно За малоспорт Действительно Так Ну а вот Кстати почти поймал Сейчас игрока Убегающего Через Сквики Это был Фунекс Он проскакивал Мимо краски Вот этой вот Пиксельной Дверки Так Ладно По статистике Потом поговорим Фэйзи начинает играть Очень медленно На улице Оставляет Оставляет Только одного Эйзи Который Будет проходить Через Улицу Соло Хотя у него Появляется На суппорте Аллу С авиком Так Коудзера Пока Вообще Играет в закрытую Не показывает себя Не говорит Не показывает То что здесь находится И это для него Конечно в плюс Чекает скалу Пока никого не видит Пустое Для него На улице Но вот флешки От тиммейта И Коудзера Нужно собрать Хотя бы информацию По противнику Где кто находится Аллу Закрываю Ооо Аллу Ну вот это конечно Очень рискованное решение Было так вот Врываться А Рейс в свою очередь Уже забирает таку И открывает бплен Вот это уже Неприятненько И Слышит Рейн То что На лонге Уже в двери В стекла Кто-то заходит Эйзи Заходит со спины Кио Находит голову Коудзера Молота Влетит винты Там два игрока И тут уже Никто не выйдет И теперь у команды СК Начинается проблема Потому что Сзади появляется Эйзи Два фрагов Дэкс Последний И команда Фейс Берет 15 раунд И это уже Практически Нокаут Для команды СК Да Если вот я еще раз посмотрю Если СК проиграют, то Это будет для них Очень опасно И они им играть против Кого там я сказал Против НИПов играть СК НИПы второе место, 3-1 Охохох Незавитая команде СК Будет очень потная катка Так, какая следующая игра Которую мы будем с вами комментировать Так Точно не Маус Фейс Хероид Клоуд Найн Вот, это следующая катка Хероид Клоуд Найн, которую мы будем с вами смотреть Итак, алло, со снайпской винтовкой Контроль эту улицу, команда СК Уже на одного человека Проредила Фейзов На улице продолжается движуха СК продолжает напрягать сейчас Эйзи-молотами, флешками Не дают ему выйти Спокойно в секретку И, по-моему, он даже это не собирается делать Потому что есть алло, который Хелпует ему, хелповал, по крайней мере, уже нет А тут Херриган Ползет Ползет в сторону Улицы Фолины переследуют алло Вот это уже интереснее Вот это уже Начало, конца Отворачивался от флешки Сейчас Ферр получил по голове от Рейна Эйзи забирает девятку Забирает практически ФНХ Это сделает Херриган С девятки И таку, последний с девятки Это раунд для команды Фейз 16-11 побеждает команда Фейз Клан Можем их только поздравить Без поражений Пока не до 4-0 4 победы в группе И ситуация для команды СК Еще раз повторюсь Самая пренеприятнейшая Ну что Уходим на паузу Будем ждать с вами игру команды Хероик и Клоуд Найн Очень важный матч Для Хероиков Потому что они будут бороться за выживание Вместе с СК Будут играть против Непов А команда Хероик Против С9 У которых Знаете, нету шансов на выход Они уже три матча проиграли Уже никакими судьбами Не выйти из группы Но зато они могут затащить с собой Еще и Хероиков То есть, знаете Ну что, ребята Мы проиграли Ну и давайте вы с нами И выиграв одну игру Они Хероикам все обламывают Посмотрим Хероики, я думаю, будут бороться до конца Так что Еще ничего не потеряно Товарищ Фрис и компания Будут бороться за выживание Субтитры создавал DimaTorzok